Ой, Лютик, ты пугаешь меня, малыш, любимый, самый, самый лучший. Всем привет, вот приблизительно так будет начинаться каждое мое утро здесь, пока я в Болгарии буду целый месяц, то есть 4 недели, сегодня понедельник, а это значит, что новая неделя худеющего человека. Правда, я не знаю, насколько действительно я буду здесь худеющей, я буду стараться по максимуму, и я собираюсь не сволодить с ума, но при этом, видите, сегодня на завтрак я съела кусочек хлебушка с маслом. Но на обед и на ужин я планирую есть там фруктов, много овощей и так далее, поэтому я думаю, что я буду балансировать. Но спортивный я точно буду, потому что у меня есть большое желание заниматься здесь спортом, плавать много и бегать. Так что ждите. Карен, слушай, сынок, вот этот факт, что ты не можешь вставать, когда мать тебя просит, у меня очень беспокойно. Ты понимаешь, время полвторого уже, я тебе сказала встань. Ты мне двенадцать сказал, что ты будешь завтракать. Да мне не нужно попросить, ты можешь встать сейчас, я могу. Кофе поднимается, поднимается, done. Карен, я иду со стаканом воды. Матка, я это все вставлю. Пусть знают нашу внутреннюю кухню. Не надо нашей внутренней кухни, мы дружная очень семья. Просто вообще плохо просыпается. Ну, нуленька. Дианулечка, вставай. Так, я планирую каждый день снимать свой и вечером его монтировать. Это поможет мне выкладывать видео, как только заканчивается неделя. То есть я думаю, что в воскресенье я снимаю, я монтирую. И вот в понедельник вы уже видите видос. Супер, да? У меня просто есть достаточно много свободного времени, я хотела бы его занять. Занять монтажом, занять много чем. Вот, сейчас я наслаждаюсь на своем балкончике, пью кучейок и потом буду делать рекламные всякие дела, которые мне нужно сделать. Я с собой взяла невероятную тонну косметики, потому что планирую здесь сделать фотографии для этих брендов, которые мне прислали эту косметику. Ну, улыбочку натяни. Мама! Ой, какая красавица стоит из тебя. Не знаю, даже не знаю. Мама моя. Лютик, нравится тебе в Левде ездить? В общем, мы едем в больничку. Лютик любит гулять. Да, вот так любит. Как ощущения, брателла? Не знаю, не хочу вам показывать в Белеси его ногу, мне кажется, это не самое красивое зрелище, но она жесть как опухла, синюшная. Когда мы вызвали скорую, сказали, что подозрение на перелом лодыжки. Вот так вот. Я не смог ходить, мне кажется, с переломом. Ну да, если был бы перелом, он бы вряд ли смог ходить, так что может быть что-то полегче. И так как это все случилось за несколько часов до вылета, мы не поехали в травмпункт, просто вызвали скорую, чтобы вкололи что-то типа обезболивающего. Вкололи и нормально. Сейчас вот идем полечить ножку, страховочку сделали, так что бесплатно все будет супер. И так, мы нашли местечко, где моему братишке, я надеюсь, сделают что-то с ногой, потому что это вообще ужас какой-то. Можно к вам привет? У нас это за... Мы разъединяем. Короче, никакого перелома у корона нет, но в принципе так папа и говорил, потому что он бы типа не смог ходить, если бы у него было что-то серьезное. Думаем, что ушиб. Будем мазать спасателем, надеюсь, поможет. Ем салат, который мы заказали. Мечтаю о кусочке пиццы, которая там лежит. Жду свою рыбку. Что за рай? Алло? Я очень хотела кока-колу и пиццу, но не съела ее. Я очень хотела картошку фри, я ее съела. Но мне от этого прекрасно и хорошо. На самом деле, мне очень сложно вернуться к чему-то такому правильному, потому что я месяц целой фигней страдала. У меня было много пресс-туров, много поездок, я себя там не сдерживала. Поэтому, возможно, еще как-то сейчас буду только вливаться. Пакеты всякой-всячины. Сейчас будем еще раз пить кофеек и потом на море. Я абсолютно, если честно... Знаете, в принципе, у меня даже не могу слова подобрать, пытаюсь это уже снять миллион лет, что как себе и вам объяснить, что вообще я делаю. Я перед вами сейчас оправдываюсь. Многие мне пишут, никогда не оправдывайся. Я сама не знаю, что мне делать. Потому что, с одной стороны, как бы да, что оправдывается. С другой стороны, я начинала эту серию влогов с целью похудеть. Я похудела. Я себе сейчас нравлюсь, но я не вешу идеальное количество килограмм. Я не выгляжу идеально. Просто я из-за того, что у меня, видимо, загорело тело, я очень себе сейчас нравлюсь. И, возможно, еще это не дает мне, ну, как-то идти к цели. И главное правило, которое я хочу соблюдать здесь, которое мне будет даваться тяжело, но я хочу. Это 100%. Что я вижу для себя максимально полезным. Это не есть после бега. И, соответственно, бегать каждый день. Либо если я там не хочу бегать, то это должна быть какая-то тренировочка. Также у меня каждый день это утром я иду на море и делаю заплыв. Потом вечером я бегаю. Иногда совмещаю бег с тренировкой. Всегда пресс каждый день. То есть вот это вот то, что я себе установила. И вот это реально то, что я сейчас хочу делать. Несмотря на то, что я понимаю, что это будет тяжело, но это то, что я хочу делать. И это будет делать меня счастливой. Отказывать себе в желании поесть свою самую любимую картошку фри или шоколад сделает этот месяц очень тусклым, тухлым. Я лучше что-то подобное буду себе запрещать есть, когда я в Москве. Но сейчас всё-таки у меня частично отдых, поэтому вот так. Кофе и на море делат фотки и купаться, пожалуйста. Знаете, что самое классное в Болгарии? Все говорят на русском. Мы пошли в больницу, все говорят на русском. Мы где-нибудь в магазин зашли или на заправку заехали, все говорят на русском. Вот я и пришла к морюшку с семьёй. Золотое яблоко фоткаю. Работаю. Спортсмен идёт бегать. И, кстати, поела я сегодня всего лишь два раза. На отдыхе мне гораздо легче есть редко, но по многу. И, возможно, что-то вредное, чистичное, да? Но при этом как-то и мало. Вот сейчас после бега уже есть не буду. Бегать. Я пришла домой после пробежки, всё такое, видите, красное. Поведула хорошо, 26 минут, 3 километра, без остановок, если что многие спрашивают. Переоделась в купальник и сейчас пойду в басик. И приостановка, чай заодно, на мой дом, молодец. Вот так она заканчивает свой первый день, понедельник, неделя худеющего человека. После пробежки она прыгнула в бассейн. Смотрите, какой вид офигенный. Вот брат с папой тоже поддерживают. Я уже помылась после бассейна, чувствую себя замечательно, но очень голодная, потому что я ела в 5 часов вечера. Мало сегодня было фруктов, мама предложила съесть арбуз, но я подумала, что не буду. Очень хотела чаёк с шоколадкой, но... Поэтому только чаёк. Вот сейчас я буду весь вечер монтировать этот день, поэтому говорю вам спокойной ночи, спасибо, что были со мной. Я вас люблю, до завтра! Доброе утро! Сегодня у меня немножко день наоборот, потому что после руки проснулась, я не стала есть. Я сразу иду на моречко, потому что мама говорит, «Скорее, ты там такая классная вода, иди скорее!» Я такая, окей. Это на самом деле даже круто, потому что получается, что это будет моей утренней зарядкой. Во-первых, я пока туда дойду, потом я сделаю заплыв. Я плаваю минут, наверное, 7-8. Я плаваю по-разному. Сначала там собачкой, потом брасом, потом кролем, потом дельфинчиком. И считаю до 20 всегда. Потом повторяю круг и так далее. Стараюсь, можно больше чувствовать, что у меня руки тоже набиты. Ноги у меня капец как болят, потому что в воскресенье я их качала, а после бега, вот в понедельник, вы видели, я, в принципе, просто бегала. Но я не знаю, если честно, сегодня захочу я бегать или нет, но в любом случае тренировка будет, спорт будет, скорее всего, на верхнюю часть. Либо с бегом. Я буду вечером думать, решаться. Давай. Он так любит маму, что всегда к ней заходит, хотя не очень любит плавать. Пойдём, Людюнь. Встреча состоялась. Хороший. Конечно же, я не могла улететь сюда на целый месяц без своего ежедневника. И знаете что, это первый год. Я так рада этому, когда я реально веду ежедневник практически каждый день. У меня только июнь был очень тупым на ежедневник, потому что меня тупо не было в Москве, когда я в путешествиях. Я не заполняю его, потому что, ну, это путешествие, там всё достаточно спонтанно. Либо если есть какой-то план, то это составляется каким-то брендом, и он у меня есть в телефоне. Переносить его очень долго. Сейчас же я его заполняю. Вот здесь вот дофига, на самом деле, у меня было, видите, как много дел перед полётом. И вот сейчас, сегодняшний день, у меня вот из этих дел сценарий видео для Миксит уже написан. И вот самое интересное в этом списке для меня это Медиакит. Если кто не знает, Медиакит это такая презентация, которую ты отправляешь брендам, или, ну, в общем, кому-то, с кем-то хочешь сотрудничать, в которой есть полная информация о тебе. Вся твоя статистика, все твои, там, лучшие какие-то работы. И мне нужно это сейчас сделать, потому что мы планируем соском в сентябре на Мальдивы. И я уже нашла два отеля, которые хотят нас принять просто для того, чтобы мы поснимали для них контент. Осталось найти ещё как минимум два, чтобы мы там пробыли, ну, хотя бы, там, 9 дней. И вот я сейчас в поиске. Написала уже одному отелю, он сказал, здравствуйте, пожалуйста, пришлите ваш Медиакит. Я такая, окей, конечно же, сейчас пришлю. И мне нужно его сделать, потому что у меня его нет. У меня он есть на русском языке. И он не совсем того формата, потому что он отправляется клиентам, брендам в России. Не отелем, как бы, да, а просто там, кто заинтересован, возможно, в покупке рекламы. И я ещё со школы обожаю делать презентации. Закрепилась во мне к этому любовь в универе, потому что я их там делала очень много. Ну, как много? Ну, достаточно. И это очень приятный процесс, такой творческий. Я скоро засяду за это. Но сначала мне надо снять сториз для клиник. Папа приготовил всё это сам. Вы представляете, картоха, салатик и рыба. Горбушки всё? Пары. Пары. Боже, радужная пары. Так что радуемся и кушаем, и идём на море. Приятного аппетита. Ага. Алютик хочет кушать? Только что практически два часа провели вот на этом прекрасном шезлонге около вот этого замечательного, крутейшего бассейна. Сейчас уже 7.15, надо пойти домой, попить чаёк с какой-то вкусняшкой и чуть-чуть что-нибудь там поделать и пойти бегать. Наверное, я смогу бегать, я не знаю. Мне кажется, что смогу. Утром казалось, что не смогу. Я хочу вообще в привычку вести бег. Хотя бы 20, даже если мне лень в этот день. Почему бы хотя бы 15 минут не побегать, да? Как бы я буду в себе воспитывать эту привычку эти дни. Вот, немножко, кстати, почитала книжечку на пляжике. Сейчас я буду есть фрукты, налью себе чайок с какой-нибудь печенькой, скушаю и буду ждать бега. Это будет моя энергия. Короче, интересная история. Я дико не хотела бегать, когда вот была восьмая минута. Я уже думала, господи, когда это закончится. В итоге ничего, уже бегаю 20 минут. Да, дома еще 20 минут. То есть сегодня будет около 40. Довольная Карина. Молодец! Так как я здесь постоянно на солнце, надо почаще делать всякие масочки и увлажняющие штучки. У меня какое-то настроение сегодня подавленное. Очень грущу, ненавижу себя и все, что я делаю. Но, знаете, я как бы всегда... То есть у меня всегда так. Месяц я живу классно, 2-3 дня я немножко хандрю, немножко мне грустно. И я как бы даже знаю, что у меня будут такие дни. То есть я их ожидаю, я уже привыкла к этому. Но при этом они все равно бьют меня. Но я знаю, что через день-два это проходит. Так что я особо не отношусь к этому серьезно. Доброе утро! Вот это мой сегодняшний завтрак. Взвесилась до завтрака и увидела на весах ровно 55 килограмм. Хочу напомнить, что начинала худеть я где-то с 57, дошла где-то до 53. И вот каким-то образом плюс 2 килограмма. Многие пишут, Карин, не обращай внимания на килограммы, самое важное то, что ты видишь в зеркале, и в зеркале меня в принципе все устраивает. Ну как? Нормально. Еще не было ни одного раза, когда я легко смогла похудеть. Всегда какие-то проблемы были. Я не знаю, почему для меня это так сложно. У меня был очень жесткий июнь на самом деле, поэтому я не удивлена, что я вижу такую цифру на весах. Три путешествия. Вкусно там было. Короче, сплошное я разочарование. Только теперь я разочаровываю не только себя, но и вас. Из-за того, что снимаю эти вонючие влоги. Обожаю. Но вообще я забываю, что изначально суть моего такого видеоблога, она в том, что не все так легко. А не что, ой, смотрите, за 5 минут я скинула 29 килограмм, при этом ничего не сделав. Мой Путин тяжелый всегда был и будет. Крашусь перед съемкой видео в Инстаграм. Немножечко, буквально, тон и реснички. А еще недавно в Инстаграме, кстати, спросила у вас, что посмотреть коротенького, чтобы не сильно погружаться. Вы посоветовали Чернобыль. И я вот сейчас посмотрю первую серию. Сама давно хотела уже посмотреть. И вот хорошо, что вы мне напомнили, и я сейчас это сделаю. Собираю смотреть максимум по серии в день. Получится ли у меня? Не знаю. Смотрите, какая удобная штука, оказывается, есть на Маке. То, что я написала на бумаге, я отсканировала вот сюда. Создать подпись, камера. Сейчас я вам покажу. Я обалдела. Мне менеджер наш подсказал. Ух ты, это я. Опа, видали? И теперь я могу эту подпись во все документы ссылать. Если что, все, что я вот делала, это в PDF-формате нужно делать. Очень удобно. Она какие-то кроссовки забыла вечера. Тапка с прошлой обеды. Ну, я же вернулась и переодела тапки в кроссовки. Мы приехали к подсолнухам, но они все от нас отвернуты. Ты тоже подсолнух? Тебе что, похожи на подсолнух? Ну, немножко. Горынь, такие вот такие вот такие вот, они все разумные, получается, смотрят, как будто по заказу, да, смотри, все смотрят в суды. Вот в суды красивее вид. Я сейчас тут фотографирую. Мы с мамой подсолнух и среди подсолнух. Дюля. Мы хотела, мы приехали. Солевые ванны, здесь очень соленая вода. Видеоблок от Елены Малышиной. Соль очень полезная. Я люблю соль. Соль хороша. Ну, самое прикольное, что ты всплываешь. Ты не можешь нормально слить, потому что все твое тело хочет подняться наверх из-за огромного количества соли. Смотрите, у меня волосиночки на руках все в соли, потому что мы уже вышли, и соль как бы засохла. Очень странное ощущение. Офигеть, это соленее, чем соль. Итак, человек, который поел два кусочка пиццы сегодня на ужин перед вами. Ага. Короче, у меня сейчас будет прессочек, после чего я буду побегать. К ножке, до ножки, от ножки. А, болит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Второй подход, то же самое, двадцать и двадцать. Раз, два, три, четыре. И третий подход. Ребята, мой братишка приготовил, я не могла его не уважить. Если вы не знаете, в армянских семьях, в полуармянских, всегда так. Все, что братишка готовит, нужно кушать. Поэтому я ем. Ладно, я просто очень люблю пасту, и эту пасту по маминому рецепту обожаю просто. Поэтому то, что Корана ее приготовила, это, конечно, удар ниже пояса. Но суть в том, что я очень голодная, и я подумала, что чуть-чуть не повредит. Только на руку будет, да? Сейчас пол первого, я домонтировала видео для Миксит в инстаграм. И вот сейчас буду монтировать сегодняшний день. Может быть, полностью не успею, но хоть что-то. Стоит ли мне снимать влоги подобные, когда я не идеально все делаю? Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Вам интересно или нет, потому что я могу вторую-третью неделю не снимать. Если что, если вам не нравится, можете написать. Просто я показываю и свои падения, и взлеты, чтобы вы понимали, что вы не одни. Сегодня я так мало снимала. Жесть, какой-то тухленький денек получится. Я сижу сейчас на балкончике. Приблизительно в это время я обычно выхожу бегать, но сижу я сейчас на нем и понимаю, что я бы хотела встретить здесь закат. И так классно сидеть на этой качалочке, потому что не жарко, чуть-чуть даже прохладно, при этом так свежо и приятно. И, в общем, наверное, сегодня я не пойду бегать. Я не ленюсь, просто хочу сейчас вот именно насладиться этим моментом. Плюс, знаете, что я поняла? В беге каждый день нет смысла, потому что, когда он каждый день, он не доставляет мне такого удовольствия, как если это, например, пять раз в неделю или даже четыре. Сегодня весь день потупила на пляжике, было приятно, загорать обожаю. Мое тело сразу так преображается, я не знаю, почему кожа сразу становится упругой. И, кстати, я досмотрела сегодня Чернобыль. Разумеется, у меня не получилось растянуть его на пять дней. Я вообще не знаю, как люди так делают. Типа смотреть по несколько серий в день или там по одной. У меня всегда желание делать это быстро, как можно скорее, потому что это так сложно оставлять на потом. Поэтому даже такие маленькие сериальчики... Господи, следующее, 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 ужасно. Но сериал мне очень понравился, он круто снят. Я думаю, что я бы не обратила на него свое внимание, если бы это не было снято по реальным событиям. Когда ты смотришь, что это все было за правду, хоть где-то, может быть, чуть-чуть искажена информация, то все равно ты такой... Господи! Катишка захотела в магазин, мы идем в магазин уже полдесятого. Там прохладно. Хм, опасно идти в магазин. Двадцать девять пинца. Все, я закрываю неделю кучащего человека, просто нафиг. Мне стыдно. Я боюсь представить, что будет, когда приедет Юля, потому что с Юлей обычно у меня всегда типа... Чипсики, кока-кола. Там алкоголь, Карин. Нельзя снимать алкоголь. Снимай меня с этим. Все узнают себя во мне? Мне кажется, да. Я воплощение худеющего человека. Со всеми с рыбами. Кстати, кто был в Болгарии, знает, что эти чипсы самые вкусные. Со вкусом дробиками. Но меня очень нравятся. Но они вкусные, я согласна. Нет, я думала, может, плавится. Дворитус один. И не дворитус. Ты очень долго, серьезно выбираешь. Очень важно, без внимания. Почему бы пошла побегала бы? Наверное, через несколько месяцев, когда вернусь в Москву и буду придерживаться правильного питания, я буду смотреть на эти кадры и думать, какая же ты слабая Карина, что за оправдания тупые. Просто, знаете, одно. У каждого свой путь. Он может быть длинным. Он может быть вот такой. Но он такой. Двенадцать часов. Карина выпила дына. Нам на самом деле очень повезло с комплексом, потому что у нас хоть и маленький, но вот такой берег, собственно, и есть. Это круто. Я надеюсь, вы меня видите, ребята, и мою ногу. Я легла. Думала просто валяться смотреть сериальчик, но подумала, я идеально лежу для того, чтобы немножко покачаться. Вот, так что сделаю сейчас тренировочку и буду смотреть «Это мы начала». Я, оказывается, не смотрела третий сезон. Он в этом году вышел. Счастлива до безумия. А мне тут компанию составляет молодой друг. Такой вкусный. Лег сюда солнышко. Короче, я столкнулась с небольшой проблемкой. Все время, начиная, наверное, с начала декабря, я реально очень много работаю. Хоть я сама, возможно, до конца в это не верю, потому что для меня ведение блога — это не то, чтобы работа. Я не знаю, как вам объяснить. То есть я как бы всем доказываю, это работа, это работа, но сама иногда в это не верю, потому что, ну, я делаю фотки, снимаю видео и путешествую. Копять сработка, да, пыльненькая. Вот, но в то же время я понимаю, что за все это время было очень много реклам, было очень много обязанностей. Я написала кучу постов, я сделала кучу фотографий, кучу видео, кучу рекламных интеграций, написала кучу сценариев и так далее. И плюс я монтирую все сама, практически все. Плюс я много чего кому должна, тому напиши, тому не забудьте ответить, тому пятое-десятое. В общем, постоянные переписки. У меня более 30 менеджеров, правда, не со всеми. Я, конечно, общаюсь, прям, наверное, плотно общаюсь где-то с 10. Каждый менеджер ведет свои какие-то бренды. И если заказ рекламный приходит на меня, то какой-то определенный менеджер моего агентства авторские медиа мне пишет конкретно по этому бренду, потому что он его ведет. Папа. И я понимаю, что я просто немножко выгорела. Плюс у меня вечное стремление похудеть. Не было ни дня за это все время, за больше, чем полгода, получается, чтобы я не стремилась к похудению. И я очень довольна с собой за все это время. У меня приблизительно по 11 тренировок каждый месяц, что очень хорошо, потому что у меня за полгода количество тренировок такое, сколько обычно за год. Около там 60, да, уже накопилось. И я очень хотела приехать в Болгарию и капец, как сильно здесь работать. Снимать, фотографировать. Неделя худеющего человека 4 недели, пока все я здесь. И худеть, и худеть, и худеть. Но я просто понимаю, что если я сейчас не отдохну, не буду думать про это все, то я потом не смогу вернуться в Москву, потом сразу в Лондон улететь, еще у меня поездки какие-то наклевываются. Я не смогу нормально там проводить время. И поэтому, возможно, действительно здесь стоит немножко отдохнуть. Почему я говорю? Потому что я не знаю, хочу ли я вообще выставлять это видео. Его я, наверное, выставлю. Почитаю комментарии. Если там будет много негатива по типу, Карина, ты слабая, слабовольная, вонючая девочка, отвали, то я, наверное, не смогу продолжать снимать. Если я увижу, что вам интересна любая моя жизнь, и пофиг, как я ем, как я вообще живу, и вы просто хотите посмотреть, как я здесь провожу свое время, тем более на две последние недели принят Юля, то я с удовольствием для вас что-то поснимаю. Но я устала оправдываться, и я уверена, вы устали слушать мои оправдания по поводу каждого съеденного чипсоида. Я вообще не знаю, поэтому сейчас начала сериал «Это мы смотреть» все разы, когда я была в Болгарии до предыдущего моего лета 2018 года. Я капец здесь, просто идеально у меня было. В 7, в 6, в 5 часов утра, под рассвет я засыпаю, потому что всю ночь смотрела сериалы, встаю там к 12-ти часу, иду на моречко, и смотрю весь день сериалы. Вот такое вот у меня было беззаботное детство, когда я особенно сюда приезжала. Ну, это лето каждого, да, обычно. Школьника. Мне просто хочется ощутить это снова, наверное. На самом деле, живот не такой уж и большой. Это все джинсы, ясно? Мы пришли на шашландос, шашландос. Вот там наши сидят. Вот там вот готовили шашлык. Моречко. Лежим в коренном на пляжу. Мясо. Люти хочет мясо. Все, мы поели, оставляем наших взрослых сидеть, тусить, болтать, пить. Сами идем домой с братышкой. Короче, я на самом деле наедаюсь очень мало. Мне съело два куска мяса. Путички, и это и все. Мне почему-то пишут, что я поправилась. Я не вижу, во всяком случае, этого на себе. Может быть, вам со стороны виднее? Может, у меня лицо вот такое стало? Я не знаю. Ну, вроде как все нормально. Не знаю. Но на весах я сегодня увидела 56. Но вчера на ночь я много поела. Так что, допустим, 55. Но это все равно жесть, потому что я видела на весах 52. Как же красиво у нас здесь. Блин, вообще кайф. Я, честно, не очень понимаю, как за один месяц, ну, такого себе питания. Реально, я очень много ела за три поездки, которые были у меня в июне, потому что это пресс-туры. У них невозможно себя сдерживать. Но черт возьми, за месяц такое увидеть на весах? Если бы я была актрисой, я бы сейчас с кайфом заплакала на камеру. Хотя хочется, знаете. Просто у меня всегда так. Я так всегда живу. Сначала вроде похудела, потом опять поправилась. Я так живу всю свою сознательную жизнь. Я постоянно худею и толстею, худею и волнею. И, в принципе, я к этому уже привыкла, но то, что это видите вы, меня это немножко смущает. Короче, папа пришел и такой говорит, пойдем купаться. Сейчас уже 12. И я такая, ну пойдем, сейчас пойдем. А ты что, с вином? Ага. Это какой твой бокал? Ой, я мало пила. Мои родители вытащили меня купаться в первый раз ночью. Моя мама в детстве всегда купалась, так как она выросла на море, на Каспийском МакТау. А я сейчас буду первый раз копаться. Мне стрёмно. У нас, оказывается, автополив и нас облило уже несколько раз. А сейчас мы уже говорим. Я свечу. И я тоже тогда посвечу. Мне нетрудно. Я свечу. Капец. У нас включен фонарик и мы сейчас пойдем. Вот, а-да-да! 12 часов ночи. Мои родители уже идут. Тебя чуть-чуть видно. Время пол первого почти что, да? Кариночка у меня заплывет. Я русалка реки. А посмотрите, какое небо. Сколько звезд. Не светит. Не видно, да, Карин? Лучше не светит. А, лучше не светить и вот так показать. Не очень. Просто миллион, ребята. Просто кайф. Да, мы сегодня нашли и большую медведицу, и малую медведицу. А, где они? А, вот эта, по-моему, большая. Кто не купался ночью, тот звезды не видал. Ну да, вода теплая-теплая. Чистенькая-чистенькая. Посмотри, какая вода. Мне очень понравилось купаться. Это был мой первый заплыв ночной. И мы были его свидетелями. Чего тебя не видно? Потому что темно. Полуночники. Очень классно, когда ты заныриваешь с открытыми глазами и видишь свои руки в полной темноте. Ощущение, как будто ты в фильмах. В ужастиках каких-то. Это очень круто. Этоburят. Пока. Пока. Очень, очень. borne.